Я тебе говорил не начинай играть в КРМП И ты мне это говоришь спустя полтора года игры на сраном русском сервере? Кто же знал, что сам круче этого санова КРМП? Ах, значит сам круче? Что ж, а ну-ка сладенький попытайся меня в этом переубедить И сказать мне хотя бы один аргумент, почему я должна на него перейти Слушай, заканчивай нести этот бред Я знаю, скоро придет твой СиДжей и вы вместе пойдете на Аризону Аризон это лучший проект, частые обновления, крутые капты и вообще все стабильно идет Недавно завезли оптимизацию Оптимизация? Что это? Три из трех на каптах Три из трех капты Че ты мне пытаешься с ним вообще сказать? Ты же знаешь, что я играю в СиДжей Отдумайся, будешь играть с нами в банде Все будет круто, будешь фулить склад Вон, приперся в твой дружбан, сейчас снова будет затирать про промокод Водите его на шестернаве, где получаете две тысячи Заткнись, СиДжей Я стараюсь ради нас Стараешься что? Сунить нас не свое дело? Участвовать в уличных разборках? Я этого не хочу Не смей ничего говорить, Карл Он не понимает, что несет, он даже не заходил на этот сервер А там есть МЧС, репортеры для цивилов, площадки, она вообще бредит нафиг Перевел и озвучил Хик 101 факт о нашей любимой игре GTA San Andreas Факт первый Нашу любимую игрушечку выпустила компания Rockstar Games 26 октября 2009 году на PS2 и 7 июня 2005 года на Xbox 360 Факт номер 2 GTA San Andreas 9 в серии игра, ее пришественником была GTA Vice City Выпущена в 2002 году Номер 3 GTA SA была выпущена на максимальное количество платформ, чем любая другая в серии PS1, PS3, PS4, Xbox 360, PC, Mac, Android, iOS, Android и уходят в Windows Phone и так далее На гигантское количество платформ она была выпущена Факт номер 4 Сюжет игры начинается с приезда Карла Джонсона из Liberty City в Лос-Антос По причине убийства его матери, а также к своим старым друзьям В период прохождения всей игры он пытается восстановить былое величие своей банды Раскрыть всю правду о гибели своей матери Но на его пути встречаются коррупированные копы и все уже не так гладко проходит Факт номер 5 В GTA SA изначально планировались ввести сразу нескольких игровых персонажей Но из-за технических ограничений в то время этого не получилось сделать Но уже позже все это было реализовано в GTA 5 Где протагонистами стали Майкл, Тревор и Франклин Факт номер 6 Несколько элементов в сюжете игры основаны на реальных событиях Которые произошли в истории Лос-Анджелеса Такие как эпидемия Крэка в 80-х годах Война между уличными группировками Bloods & Creeps И беспорядки в Лос-Антосе в 1992 году Факт номер 7 Разработчики вдохновились фильмом «Ребята с улицы» 1991 года Где в главной роли сыграл Кьюба Гудинг, Ice Cube, Лоурен Фишборн, Мортис Черстен Действия игры разворачиваются в 1992 году, через год после выхода этого фильма Факт номер 8 Как следует из названия, игра разворачивается в вымышленном штате Сандрес, основанном на Калифорнии и Ниваде Штат состоит из трех городов Лос-Антос, прототипом является Лос-Анджелес Сан-Фьерро, это Сан-Франциско И Лас-Вентурас, это Лас-Вегас Факт номер 9 GTA San Andreas названа в счастье с линией разлома, которая проходит почти по всей длине Калифорнии Она выглядела так же ужасно, как шрам на лице этого злодея голливудских ужастиков В любом случае, эту огромную трещину можно увидеть под водой здесь, в районе залива Сент-Роу Факт номер 10 GTA San Andreas считается одной из самых величайших видеоигр в плане геймдизайна, сюжета и музыки Но несмотря на ее популярность, она подвергалась к критике Но в конечном итоге она стала самой продаваемой игрой в 2004 году А к 2011 году было распродано аж более 27 миллионов копий по всему миру Факт номер 11 Заразистичная озвучка персонажа в Rockstar Game обратились к рэперу и продюсеру Ди Бу Во время встречи Ди Бу позвонил рэперу Янг Мэйлею, где тот был на громкой связи Несмотря на отсутствие актерского опыта, Rockstar Games нанял рэпера для озвучки главного героя Карла Джонсон Факт номер 12 Янг Мэн Лэйн является двоюродным братом Шона Фонтино, который в свою очередь озвучивал Франклина Клинтона из GTA 5 Это точно не является совпадением Факт номер 13 Как ни странно, Rockstar Games опровергивает утверждение о том, что они попросили 50 Cent озвучивать главного персонажа СиДжея Сам же 50 Cent заявил, что он отказался по причине того, что он никогда ранее не озвучил видеоигры Хотя это не так, а сами же Rockstar отказываются комментировать данное высказывание Факт номер 14 Офицера Темпене профессионально озвучил актер Самуэль Эл Джексон Джексон сам сталкивался в реальной жизни с коррумпированным офицером полиции Ральфом Персон Где и он и десятки других полицейских были замешаны в различных преступлениях В том числе жестокость полиции, подмены улик, торговля наркотиками, лжесвидетельствами и даже ограблениями банка Факт номер 15 Уил Уитон получил свою роль в качестве ведущего на радио West Coast News Под псевдонимом Ричард Бёрнс После интервью с Лалса Джонсоном, который пишет большую часть диалогов радиостанций для серии GTA Стало ясно, что Уитон является большим поклонником Джонсона Поэтому он и написал небольшую роль Ричарда Бёрнса для Уитона Факт номер 16 Когда СиДжей поднимает свой чемодан, на нем изображен логотип Rockstar Games Заместо наклейки ручной клади А клеят ее там, где вес и габариты сомнительны Факт номер 17 Grove Street изначально не было оригинальным названием банды Изначально она называлась Grove Street Alliance или же Orange Grove Street К доказательству ко всему этому, сами Rockstar Games не убрали предыдущие оригинальные названия Например, граффити в игре относится к Orange Grove Street А игроки могут сделать тату на спине с одноименным названием банды Факт 18 Изначально в игре планировались 11 радиостанций Но по какой-то причине одну из них вырезали Ее название Доп.ФМ Но рекламу данной радиостанции можно заметить по всему Лос-Антосу Скорее всего, там бы играл хип-хоп или R&B Эх, стереотипы Факт 19 Персонаж Лэнс Уилсон, он же Райдер Является прототипом знаменитого рэпера из группы NBA Easy E В игре даже присутствуют и их треки Факт номер 20 Брат СиДжей и Шон Джонсон, он же Свит Чертовски похож на рэпера Ice Cube И песни Ice Cube играют на радиостанциях Радио Лос-Антос 21 факт Джеффри Оглок Кросс был создан как и пародия на рэпера Джа Рул Оба рэпера имеют одинаковое имя, а также оба воровали рэптикста Джа Рул воровал у рэпера ДМХ Ну, слегка 22 факт Кстати, Мэтт Дог озвучивается рэпером и исполнителем Ice T Не путайте его с кубиком Ice T известен своей спорной песней Cop Killer Что в переводе с английского означает убийца копов Кстати, убийство полицейского это то, что вы действительно можете сделать в GTA San Dress Факт 23 Мало того, в новой игре есть случайный NPC, который сильно напоминает Кьюба Гудинга Сыгравшего Тре Стейлза в фильме Ребята с улицы Имеется сходство в одежде и прическе Факт 24 Другой NPC сильно напоминает Тупака Шакура Персонажа Бишопа из американского криминального фильма 1992 года под названием Авторитет В фильме Бишоп имеет ту же прическу и внешний вид, как NPC в самой игре Факт 25 Во время игры можно встретить и женского персонажа, напоминающего Кэтрин Трамл Которая сыграла Кэтрин Стоун в фильме Основной инстинкт Факт 26 Подозрительно, как персонаж хиппи Правда похож по характеру на Питера Фонда, сыгравшего в фильме Беспечный издок 1969 года Это особенно интересно, поскольку Правда на самом деле озвучивает сам Питер Фонд Факт 27 Однако многие люди также считали, что персонаж основан на Вилле Нильсоне Учитывая их похожий внешний вид и то, что оба владеют значительной плантацией марихуаны Факт 28 Поразительно, но в игре есть более 200 транспортных средств, на которые можно перемещаться, парковаться, довидеть балансов и вообще устраивать хаос А, впрочем, о чем это я? Факт 29 Изначально в сериях ГТА хотели изобразить автомобиль с круглым рулем Но забили на это и сделали их пятиугольными Но в ГТАСА решили это исправить Факт номер 30 ГТАСА стала первой и единственной игрой в серии, которая включает в себя ряд ролевых элементов Такие как потребность в еде, ну и возможность тренироваться для того, чтобы набрать мышечную массу Я помню, как сам потратил кучу времени на то, чтобы превратить СиДжей из ТСЧК в настоящего бодибилдера Факт 31 Не включая высказывания из радио и случайных NPC, слово «ф» и его производные произносятся 365 раз за игру Тридцать второй факт На обложке игры в правом верхнем углу и присутствует табличка с названием улиц Гроувстрит и Глен Парк Предполагаю, что эти две улицы пересекаются Однако в самой игре эти две улицы находятся совершенно в разных частях карты Тридцать третий факт Когда игрок проходит игру на 100%, он получает 1 миллион долларов, бесконечные патроны Транспорт, на котором ездит персонаж, становится в два раза прочнее На крыше дома свиты появляются военные самолеты, под мостом Гендана появляется танк Ринго Факт 34 А знаете или не знаете, но в немецкой версии игры гораздо меньше насилия Чем в версиях большинства других западных стран В ГТСА пришлось пройти немало этапов цензуры, чтобы выйти в прокат Например, тот же самый немецкий версии, при выстреле в голову она не отлетает А с NPC не падают денюшки Какое же, блин, это веселье? Факт 35 Помимо всех грабежей, драг, стрельбы и разной уголовщины В ГТСА был и спорный контент, и назывался он Горячий кофе Это непристойная мини-игра, в которой игрок должен сношаться с разными подружками СиДжея Данная возможность была выключена в ходе разработки игры Но такой контент еще остался в коде игры, и его можно включить благодаря модификациям Это хорошо для школьников, но совсем плохо для Rockstar Games Факт 36 В результате спорного контента о Горячий кофе изменился и рейтинг игры GTA San Andreas Только для взрослой аудитории Из-за такого высокого возрастного ограничения многим магазинам пришлось отказаться продавать эту игру с рейтингом АО Rockstar пришлось изъять копию игр с полок магазина и довести ее до ума, убрав из-за ее кода контент Горячий кофе В то время игра была запрещена даже в Австралии 37 факт Номерной знак на автомобиле свита Grove 4L Что означает, что Grove Street вечен, и то, что он очень предан своей банде и своей семье Факт 38 Big Smoke является большим жирным предателем Ой, извините за спойлеры, игры как уже, как, 10 лет У него также имеется транспорт с номерным знаком A2TMFK, который шифруется как A2TMFK, за основом переводен русский язык, двуличный негодяй, эти строки из песни группы NVA Факт 39 Интересно, что номерной знак на автомобиле райдера читается как Charm И на протяжении всей игры CJ постоянно называет райдера Charm Head'ом Мол, Charm это половина табака, половина сигарет с марихуаной, смоченная в PCP Или даже в бальнозамирующей жидкости What the fuck? Факт номер 40 Лос-Антес является городом, в который начинается игра на CJ А также в Лос-Антесе много известных зданий из реального Лос-Анджелеса Например, башня Капитолий, надпись Голливуд, прототипом служит надпись Вайнвуд 41 факт Внутри кладбища Лос-Антеса в Вайнвуде есть склеп, в который игрок может войти Вы найдете в нем стул, телевизор и несколько старых коробок из-под пиццы Который, вероятно, является отсылкой к озорной сверхъестественной драме Баффи Истребительница вампиров Факт номер 42 На различных экранных счетах вы могли увидеть такую рекламу Это является насмешкой над игрой конкурента True Crime Те же, в свою очередь, ответили так же и в своей игре сделали шуточный билборд по отношению к Rockstar Games И надписью Jockstrips Че, это мужские стринги? Типа Факт 43 Есть сувенирный магазин на Ист-Бич в Лос-Антесе под названием Jugguster Riggloos К сожалению, в него нельзя войти и в сюжете он никак не фигурирует Но в нем изображен персонаж известный на мультиках в Диснее про Микки Мауса, Мини Маус, а также про Эш и Пикачу из мульта Покемоны 1996 года Ха! Действие игры разворачивается в 1992 году, Rockstar! Очнись! Факт 44 В Атриуме довольно странный набор статуй, если вы будете рядом, то обязательно посетите это место Внутри находится несколько скульптур, центрально держится за свои гениталии и, возможно, мастурбирует А все остальные в ужасе прикрывают лицо руками Факт 45 В баре 10 бутылок есть граффити, на котором изображен охранник Цербера из хоррора Гэйман Хаунд Игра отличается своей жестокостью и бездарностью, а также ее создатели являются Rockstar Games Факт номер 46 Театр Тики Это стрип-клуб, расположенный в Восточном Лос-Анджелесе Который основан на реальном Театре Тики Захудалый театр только для взрослых в Лос-Анджелесе Кроме того, большая статуя Тики, которая украшает внешнюю часть здания, напоминает скрытые статуэтки Тики из ГТА Вай-Сити Факт номер 47 В подземном гараже полицейского департамента Лос-Анджелеса в углу парковки можно заметить двух полицейских, которые допрашивают гражданского И под словом «допрашивают» я, конечно же, имею в виду, что один полицейский сбивает гражданского, а другой стоит рядом и держит пистолет в руках Вероятно, это отсылка на избиение Родина Кинга в период беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году Факт 48 Пять перечудливых фотографий можно увидеть на стене Барби Шопа На них изображены члены группы The Jackson 5 Факт 49 Если игрок провалит миссию Ryan Dog, будучи толстым, смог позвонить СиДжей и будет требовать от него сходить в спортзал Хотя ему бы само это не помешало Пятидесятый факт На миссии Clean the Hood во время того, как СиДжей и Райдер врываются в наркопритон На заднем плане можно заметить, как Баланс занимается непристойными делами с девушкой Факт 51 Музыку, которую вы слышите на заднем плане в миссии Цезавель Панда Была взята из эпизода научно-фантастического приключенческого ТВ-шоу Бак Роджерс в 25 веке Факт 52 В одной из миссий, а именно Мэтт Дог, когда Оглок просит СиДжея украсть книгу рифов Во время его ограбления один из охранников играет в игру Иногда из его уст можно услышать фразу Тоннер Засак Это отсылка главному герою игры Драйвер Жалкая пародия на GTA Факт 53 Существует стойкий, но все же не доказанный миф о том, что призрак матери СиДжея Беверли Джонсон иногда можно увидеть, гуляя по дому Джонсона Однако это всего лишь NPC, который похож внешне на Беверли И скорее всего данный NPC был вызван благодаря модификации Факт 54 В небольшом городке под названием Мэтт Гомери, расположен к северу от Лос-Антеса, есть огражденная территория позади букмекской конторы На ней висят знаки биологических отходов Скорее всего это связано с организацией, которая незаконно сбрасывает на дно колодца опасные биологические отходы Факт 55 Один из немногих доказанных мифов в игре это так называемое призрачное граффити Которое состоит из слов Families for Life Оно находится на стене на главном кладбище в Лос-Антесе Буквы Е и Си в слове Families написаны таким образом, чтобы было похоже на цифры 6 Таким образом у нас три шестерки, а это число дьявола Странно, но граффити видны только с 22.00 до 6 утра Факт 56 Есть несколько мест в игре, где случайные NPC, по-видимому, совершают самоубийство Одно из таких мест является округ Флайнт, около моста, соединяющий округ с Лос-Антесом Персонаж держит в руках камеру и снимает пейзажи Лос-Антеса Затем убирает камеру и уходит в воду На самом деле это всего лишь баг игры Факт 57 На АЗС в Диле Мори есть надпись, на которой написано Макс Пайн Это явный намек на серию игр от Rockstar Games, Макс Пайн Факт 58 В игре есть область в районе Рэд Каунти, которая называется Норд Рок Но сама возвышенность имеет полное название Норд Стар Рок Особо догадливы уже поняли, что это отсылка на студию разработчиков Rockstar Nord Которая и занимается созданием игр Факт номер 59 В деревне Паламино Крик есть могилы, принадлежащие парню по имени Скотт Уилсон Согласно надписи на его надгробии, Уилсон был капралом в армии США и был награжден медалью за отвагу во время Корейской войны Это слегка болезненная отсылка на настоящего Скотта Уилсона, сотрудника Rockstar Nord, который работал над сельской местностью в ходе разработки игры Факт номер 60 Название миссии Body Hoverst, в которой СиДжей по просьбе Мистера Правды просит угнать комбайн Вероятно, является отсылка на игру Body Hoverst, выпущенная в 1998 году Rockstar Nord, когда они еще были известны как DMI Design Факт 61 Говоря о DMA, эту овертуру можно увидеть на истребителе, как ностальгический кивок в дни до Rockstar Nord Факт 62 В городках Блюбери и Мэтт Гомери в Ред Каунте есть ряд магазинов, называемым только местными жителями Хорошая небольшая отсылка на магазин для местных жителей в жуткой, но веселой комедии BBC Лига Джентльменов Факт 63 В течение многих лет с момента выхода игры ходили слухи о снежном человеке, открывающемся в лесных районах Сан-Дрес Есть некоторые видео с плохим качеством, подтверждающие этот миф Но соучредитель Rockstar Терри Донован заявил, что в игре нет никаких снежных людей Но тем не менее, большое количество игроков продолжает настаивать на обратном Факт номер 64 Однако снежный человек появился в игре в Red Dead Redemption от тех же Rockstar Games спустя 6 лет после выхода GTA SA 65 факт Интересно, что город Сан-Ферро показывает многочисленные признаки того, что совсем недавно было землетрясение Различные радиосообщения подтверждают это, а также несколько разрушенных и поврежденных зданий говорят о силе этой стихии Факт 66 Существует улица Сан-Ферро, которая основана на всемирно известной Ломбард-стрит в Сан-Франциско Известны своей чрезвычайной и извилистой, как змея, дорогой Факт 67 Железнодорожный мост из Сан-Ферро, известен как мост Кенкейда Смоделированный железнодорожным мостом, который охватывает Ферд оф Форд в нескольких милях к западу от Эдинбурга, где базируется Rockstar Nord Факт 68 Мост Ганта – это большой подвесной мост, точно смоделированный по образцу моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско Который так или иначе вводит в заблуждение, так как этот мост вовсе не золотой и уж тем более не напоминает ворота Факт 69 Рядом с мостом Ганта есть знак, который показывает все его технические характеристики, включая не только высоту и длину, но и размер Вы будете рады узнать, что мост Ганта занимает целые 1,25 мегабайта на вашем жестком диске Вау Факт 70 На возвышенности моста Ганта есть сообщение, о котором говорится «Здесь нет пасхальных яиц, выбирайся отсюда» Что само по себе является пасхальным яйцом О нет, парадокс Факт 71 Есть один магазин, который можно найти в хиппи районе в Сан-Фьерро Который, кажется, продает какую-то органическую продукцию Название магазина является отсылкой на британский магазин Happy Shopper Их логотипы имеют сходство Факт 72 Первые две миссии в Сан-Фьерро I'm going to San-Fierro and never fall in the world here Это отсылка на песню Скотта Маккензи Называется «Сан-Франциско» Просто 10 из 10 Факт 73 В Сан-Фьерро есть аббездационный мемориал Который состоит из трех террас для 72 могил На каждой из этих могил написано «Rip» А позиция с 1997 по 2004 Это преднамеренный и наглый средний палец с конкурентом в лице игр Driver и True Crime Факт 74 В магазине Zero на полках магазина можно наблюдать фигурки персонажей из игр GTA Vice City в лице Томми Версетти и маньяка-убийцу из игры Mindhound Факт 75 Одна из самых сложных миссий в игре является миссия Zero, где игроку приходится управлять маленьким самолетиком на радиоуправлении Миссия славится тем, что помимо управления самолетиком нужно стрелять и в движущие цели Даже актер, который озвучил Zero, Дэвид Кросс, рассказал о том, как он ненавидел эту миссию, что ему самому не верилось в то, что его голос может быть настолько раздражительным Факт 76 Еще в одной миссии Zero, где СиДжей приходится с помощью минигана уничтожать атаку конкурента Беркли Иногда Zero может сказать фразу «Отличный выстрел, парень!» Вероятно, это всего отсылка к Хану Соло из фильма «Звездных войн. Новая надежда» Факт 77 После неудачной попытки выполнить миссию Zero, проскакивает знаменитая фраза Уинстона Черчилля «Мы будем сражаться на побережье» и «Мы никогда не сдадимся» Факт 78 Есть множество любительских отсылок Rockstar Games на число 69 Наиболее знаменитой из них — это военная база 69, что является пародией на Зону 51 Другие отсылки также присутствуют в Сан-Фьерро, например, как Пирс 69 и много-много других Факт 79 Рядом с военной базой 69 находится высушенное озеро Грум Это отсылка на настоящее высушенное озеро, находящееся рядом с военной базой 51 Факт 80 Когда СиДжей проникает на Зону 69 во время миссии Black Project, в лаборатории можно увидеть лом, что является отсылкой на игру Half-Life Факт номер 81 Если у вас есть время попутешествовать по округу Bone County, к северу-западу от базы 69 и к югу-западу от заброшенного аэропорта, можно найти так называемую «Братскую могилу», о которой я рассказывал подробно в одном из своих видео. Ссылочку можно найти в описании. Это уже отсебятина. Факт 82 Также на территории Bone County можно встретить различные каменные фигуры, напоминающие... ну вы сами понимаете, что Факт 83 В убежище Майкотарина находится секретная карта, на которой отмечены координаты пребывания Нило в штате Сан-Дрес И что еще интереснее, скорее всего, эта карта была взята из бета-версии игры, так как на ней еще расположен остров Алькатрас, которого нет в оригинальной версии игры Факт 84 Мистер в черном плаще — это имя данному конкретному странному персонажу. Он обитает в районах Тиррорабада в Bone County Он явно считает, что был похищен импланетянами, как мы можем услышать по его диалогам 85 Факт Как многие считают, этот мистер на самом деле может быть серийным убийцей Данного пешехода можно заметить рядом с заброшенными домами, которые, по-видимому, и являются местом преступления На котором оставлены расчлененные трупы и окровавленные пятна крови Факт 86 Когда вы играете в покер в казино, на лицевой стороне карт вы можете заметить персонажа предыдущей часей ГТА Такие как девку из Якудзы, 4-2, я не знаю, как ее зовут Кэнди Сакс и Лэнса Уэнса 87 Факт В Лас-Вентурасе есть департамент планирования, построивший казино Калюглу В нем вы можете попасть только на одной из миссий, связанных с ограблением казино Где Карл предстоит попасть в здание и сделать фотоснимки чертежей Но и в самом здании вы можете набрать мини-модель казино Калюглу Факт 88 Это и не единственная забавная пасхалка, обнаруженная на миссиях ограбления казино Среди множества чертежей можно найти чертежи особняка Старка Уэзарда Антагониста из игры Манхаунд 89-й факт Есть место в восточном округе Лас-Вентураса Где если встать в это место и посмотреть сюда, можно заметить пешехода, который сваливается с крыши и умирает Многие скажут, что это снова какой-то баг игры Но также это может быть отсылкой к старой игре Люминги от Rockstar North Когда они еще были DMA Design 90-й факт В Лас-Вентурасе есть отель и казино под названием «Пираты в мужских штанах» Очевидно, что это является отсылкой к веселой и двухактной комической опере «Пираты из Пинзаса» Написанной известными театральными сотрудничествами в викторианской эпохе Также в одном из эпизодов Симпсонов прозвучала эта композиция Факт 91 Популярная закусочная Клакинг Белл в GTA San Dress Это прямая отсылка на ТАК Белл Опять же присутствует явный сходство в логотипах Факт 92 Другие предположения, что есть более глубокая и довольно неясная отсылка на момент из телесериала «Черная гадюка» 1923 года Во время заключительного эпизода «План F» «Прощай» Капитан Уэдморт и Болдрик, чтобы избежать необходимости копать окопы Придуриваются дурачками и звучит это так, как... Клак-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум Факт 93 Тревожно, но в игре есть мишень, который очень четко изображает СиДжея в черной панамке и держа в руках ТЭК-9 Эти мишени можно найти во всех амунициях штата Сан-Андрес Факт 94 Отважные игроки могут также найти множество отсылок на взрослые вещи, спрятанные в игре Например, как костюм Сэдамаза, разные мужские пенесы, в том числе спрятанные в полицейском департаменте шерифа Факт 95 Говоря о странных вещах, найденных в полицейских участках Сан-Андрес, ВЛВ и Сан-Фьерро, можно найти разыскиваемые плакаты, на которых изображен Джеймс Эрл Кэш Факт 96 Большинство домов в игре содержат шкаф, где главный герой может переодеваться В правой части комнаты можно увидеть доску для серфинга, на которой изображен пляж из ГТА Вай-Сити Факт 97 На некоторых зданиях в деревне Блюдбери можно найти синий билборд под названием Эвери Конструкшн, который принадлежит Эвери Кэррингтону из ГТА Вай-Сити Факт 98 Мало того, также есть в него новая вывеска Мистера Кэррингтона в Лас-Вентуресе Это является отсылкой к реальному ковбою Мальборо в Лас-Вегасе Факт 99 В мекерской конторе можно поучаствовать в скачках, где одну из лошадей будет звать Челюсть Хенрика Это отсылка к бывшему нападающему футбольной команды Селтик, Хенрику Ларсону У которого в 2003 году во время разработки игры ГТА СА произошел перелом челюсти Очевидно, кто-то из сотрудников Рокстер Норд был его фанатом Сотый факт Есть также лошади по имени Скотланд Нил и Скотланд Щит Это является отсылкой на то, что сландские национальные футбольные команды имеют плохую репутацию и проигрывают все важные матчи своей сборной Факт 101 Устраивайтесь поудобнее, потому что это может быть самым важным фактом во всем этом видео В фильме «Развод по-американски» 2006 года можно заметить, как главные герои Винс Вон и Дженнифер Энистон играют в ГТА Сандрес Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Продолжение следует...